Конечно, надо пошить в России, чтобы такое схавать. Короче, маршрутка стоит 100 рублей, чтобы добраться до аэропорта. Электричка, сколько там, 300 с чем-то, что ли? Электричка только ездит раз в сутки. Ну, я не знаю, раз в сутки, но, короче, через 4 часа моя приехала бы. Я сейчас, в принципе, какой-то хренью только занимался, бегал туда-сюда. Снял, наконец, деньги, нашел банк. Вот, опять с этой, с визой, карты со своим. Потом, что еще? А, да, зашел, заплатил за квартиру 1800 опять. Вот, меня хотели там полторы уже снять, потому что я спросил, типа, сколько неделя будет стоить. Вот, мне сказали, типа, полторы, ну, как-то полторы мне дороговато, потому что 240 выходит за неделю. Это уже, ну, как бы, нехилые деньги. Вот, это штука в месяц получается. Вот, поэтому я еще, проблема же, я еще не нашел квартиру. И, так же, еще сумку не нашел свою. Вот, поэтому я сейчас решил, что, хорошо, заплачу опять за сутки 1800. Вот, и поеду за сумкой на этой, как она, на маршрутке. Вот, маршрутка 100 евро стоит, 100 рублей. Вот, в принципе, так, по большому счету нормально, да, для того, чтобы проехать 20 километров. Платишь там 2 евро 30 или сколько там выходит. Вот, маршрутка ходит каждые полчаса, кстати. Вот, я вот сейчас на нее сажусь и, в принципе, уже поеду. Вот, а в общем, так, чтобы мою ситуацию сузам инфасовать, да, как бы, трое суток без шматья. Сегодня отключили горячую воду, непонятно, что с ней. Плюс интернет отключили. И плюс я не мог, ну, я не знаю, сейчас еще получится или нет, но час назад не мог дозвониться даже. То есть, как бы, телефонную связь тоже отрубили. Вот, я уже к этой горничке подхожу, говорю, как вы тут живете, е-мое. Вообще нереально. То есть, люди заняты какими-то непонятными проблемами. То есть, как бы, проблемы, которых, в принципе, не должно быть. Ну, вот. Ну, куда нас все вот. Да. Ладно, хоть.